И в сегодняшнем видеоролике мы будем дегустировать пиво. Это не реклама, сразу говорю... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давно хотел попробовать пиво. То есть, чтобы вы понимали, вот эта 0-5 стоит 40 рублей. Вот эта 0-5 стоит 140 рублей. И как уверяет продавец в этом магазине, что 0-5, которая стоит 140 рублей, она прямиком из того места, где оно производится. Типа то, что там его сварили и привезли сюда, к нам в город, чтобы я сегодня делал этот дегустационный ролик. Все это пиво, оно светлое. По составу оно одинаково быть не может, потому что... Ну, сами понимаете, это 40 рублей, это 140 рублей. Тут явно, ну, не знаю. Надо пробовать. Задолбались. Ну, и переносимся, собственно, туда, где мы и будем пробовать это пиво. Собственно, можно и начинать. Я думаю, уже не терпится попробовать. Я никогда не пил пиво дороже 100 рублей за 0-5, если честно. Я никогда не пил пиво. Это уже так не откроешь. Сразу смотрим на вид. На вид, оно одинаковое. Скажу честно, на запах оно тоже не сильно отличается. Я не знаю, почему. Ну, ваше здоровье. А вот разница вообще большая. Когда ты берешь на 5 пива за 140 рублей, то здесь ты можешь почувствовать вкус этого настоящего пива. И после вкусия, как, допустим, после вот этого пива. И в этом пиве, в этом, после вкусе оно не как здесь. То есть здесь отдает спиртом. Прямо спиртягой, как будто водку выпил. Вот здесь же отдает вот этим хмелем или солодом. Ну, вот явно не спиртом. Вот поэтому... Потому оно, наверное, столько и стоит. Наверное, у себя где-то там в стране, ну, вот где его делают, там-то оно явно дешевле, потому что перевозки. Но, но, оно вкуснее в разы прям. На вид сразу вот бутылки разные. Настоящее пиво, видимо, вот в каких бутылках наша русская подделка вот такая вот пива. Вот. Ну, блин. Не пожалел я, что сделал такой опыт и себе, как бы, в удовольствие и вам показать, объяснить. Собственно, вот такой получился эксперимент небольшой. Вот это стоит своих денег. Так что не жалейте, попробуйте. Наверное, постоянно такое пиво не попьем, потому что, все-таки, ну, 150 рублей для бедных граждан России это существенно много для 0,5 литра. Вот. Поэтому мы и придумали вот эту кутылку. Рады дешевле. Ну, и во вкусе оно тоже, конечно же, проигрывает. Ну, аж по цвету, по запаху не отличишь. Знаю, объясню. Ну, нету отличий никаких. Такой дегустейшн сегодня получился. Посмотрим, какой вкус будет пиво за 40 рублей после стакана пива за 140 рублей. Как вода. Как будто бы вот это пиво разбавили водой и смешали со спиртами. А это такое мягенькое. Ну, вкус есть свой вкус. Куда же что-то... А, вот же написано. Импорт из Чехии. Ну, на этом, я думаю, этот видеоролик можно закончить. Что я хотел, я вам рассказал. Думаю, вам не обязательно правильно слушать состав. Сравнивать по составу. Просто по вкусу. Стоит его покупать или нет. Все же я скажу, что не всегда, но иногда пить бутылочку хорошего пивка можно себе позволить. Особенно вот летом, вечерок такой тепленький, на лавочке сидите, вот тогда, да, вот это пивко заходит вообще на ура. А с вами был Валдис. Вы были на канале Валдис Лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, да, вниз. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...